Торгово-промышленной палате Торгово-промышленной палате предложили отобрать у россиян приватизированные квартиры И называют это ошибкой 90-х Ну что же, это действительно ошибка Как же можно рабам, кому еще, как называли, крепостные, да? Как же им можно дать в приватизацию квартиры? Дали, пошиковали, а теперь заберут обратно Вы думаете, не будет возможности? Но уже закон о фейках отбирает квартиры, то есть отбирает собственность у людей Это может быть и дача Если вы не захотели идти на войну, то у вас тоже отберут квартиру Если вы дезертировали, то у вас тоже отберут квартиру Это пошла тенденция Но и вообще, в принципе, хотят сделать так, что приватизация жилья Которая стала одной из первых и крупнейших реформ 1990-х годов Подарила человеку право частной собственности на недвижимость Миллионам граждан России Именно этот подарок оказался большой ошибкой Как теперь говорят Такую оценку в интервью высказал Андрей Широков Председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ По предпринимательству в сфере ЖКХ По словам Широкова, массовая приватизация была одной из причин деградации жилищно-коммунальной сферы Кульминацией которой стала череда аварий с отключением тепла и света Охватившая половину регионов РФ в 2024 году Но это действительно с больной головы на здоровую Все свалили и решили, что их собственный флешмоб, который был объявлен во всей стране С отключением света, тепла, водоснабжения Это есть следствие 90-х годов Следствие приватизации квартир Возможно, как сказал Широков Приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х Потому что она породила огромный класс нищих собственников Видите, как вас называют нищие собственники Не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом Не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт Он добавил, что при текущем уровне развития экономики России 60% населения не должны иметь собственных квартир А вместо этого должны проживать в арендных домах Решением проблемы, по мнению Широкова, могло бы стать возвращение недвижимости в собственность государства Можно на добровольной основе, за счет экономических стимулов Деприватизировать часть квартир Создать сегмент арендного субсидированного жилья В первую очередь для малоимущих Да, владеть им будет муниципалитет Но он будет нести всю ответственность за его содержание Но мы как-то видели Да, все это время Никакой муниципалитет Не нес никаких обязательств Обвиняют в этом людей В чем? Что никогда не делались большие ремонты Деньги собирали Но ремонтов не было Были дотации от государства Но ремонтов все равно не было Поэтому сказать о том, что это будет позже Что вот приватизация Вернее, деприватизация Она разбудит коммунальщиков И те заработают во все лопатки Сомнительно, да, сомнительно очень Он также добавил, что в 1990-е Всех без разбора загнали в частную собственность А сейчас продолжают загонять дальше С помощью ипотеки Закон о приватизации Жилищного фонда в России Был подписан 4 июля 1991 года Будущим президентом А тогда председателем Верховного совета РСФСР Борисом Ельцином Изначально предполагалось Что бесплатно в собственность Граждан может быть передано Не менее 18 квадратных метров Общей площади квартиры Из расчета на одного человека И дополнительно 9 метров на семью То есть на каждого человека По 18 метров И дополнительно 9 на семью Плюс к этому Конечно, это опять-таки ущерб То есть это опять-таки Какие-то рамки ограничения Но люди смирились В декабре 1992 года В закон были внесены изменения И приватизация стала Полностью бесплатной Как итог За 30 лет Россияне приватизировали 31 миллион жилых помещений Рыночную стоимость которых Минстрой оценил 84 триллиона рублей По состоянию На 2021 год Основная волна Приватизации Состоялась в 1992 По 1995 годы Когда частной собственностью Стали 12,5 миллионов Жилых помещений Для сравнения Приватизация Следующих 12,5 миллионов Квартир Заняла более 10 лет Я Таня Карацуба Сеидбурхан 26 января 2024 года Приватизация 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 Продолжение следует...